Всем привет! В эфире молодежная программа «Поколение Next» И мы вновь побывали на различных мероприятиях, посвященных молодежи нашего города А именно, Полина съездила на фестиваль байкеров Ксюша съездила в Орленок Ну и я побывала с новыми корреспондентами на соревнованиях по Тэквондо и ТФ В принципе, я все время катаюсь на велосипеде, но немножечко Полина у нас преуспела А именно, она съездила на байкерский взлет и покаталась на мотоцикле Каково это было? Это было просто прекрасно, ветер в лицо, просто такие ощущения нереальные просто Предлагаю отправиться прямо туда Смотрим В преддверии День Победы многие хотят поздравить жителей нашего города с этим памятным праздником Байкеры со всего Приморского края не стали исключением и устроили целый флешмоб, посвященный 9 мая Давайте посмотрим, как это происходило Байкеры устраивают флешмоб, посвященный 9 мая, уже три года подряд Этим они хотят выразить слово благодарности ветеранам, подарившим нам мир на небо над головой И поздравить всех жителей города с этим великим праздником Во флешмобе приняли участие байкеры как нашего города, так и других уголков Приморья Некоторые из них приехали поучаствовать в первый раз, другие являются постоянными участниками В этом году из 83 мотоциклов выставили символичное слово – победа Главную мысль, которую хотели донести все участники этого мероприятия Никто не забыт и ничто не забыто Молодежь должна помнить подвиг нашего народа Помнить историю, наверное, не забывать ветеранов Ну и чтобы не было войны Почитать традиции – это прежде всего К сожалению, сейчас очень много ценностей утеряно Это одна из таких наших российских традиций Пусть она продолжается, пусть молодежь помнит Ну, скорее всего, этот флешмоб – очередное напоминание, чтобы не забывали Весна 45-го года Как ждал тебя синий Дунай Народом Европы свободу Принет жаркий солнечный май На площади Вены спасенной Собрался народ старый млад На старой израненной в битвах гармонии Вальс русский играл на солдат Помнит Игена, помнят Алимы и Дунай Тот цветущий и поющий яркий май И прием всем в русском вальсе сквозь года Помнит сердце, не забудет никогда Легко, вдохновенно и смело Солдатский вальс этот звучал Мы понимаем просто, что сейчас ветеранов осталось немного И, наверное, самое главное и важное – это донести молодежи Чтобы они знали, прежде всего, что наша страна, скажем так, участвовала в этой Великой Отечественной войне Что мы очень много понесли потерь И что наши деды, наши отцы у кого-то, они участвовали Они защищали Родину И что это все было просто не зря Потому что благодаря этому мы сейчас можем жить спокойно Поклон, как говорится, до земли вам за ваши подвиги И спасибо, что вы пошли до конца И что вы, ну, как бы, эту победу принесли нам И мы вас благодарим за это Полина Орлова, Иван Петров, Светлана Нурик Социальное поколение NEX Да, вспоминаю, как мы съездили в океан Было так здорово, ты помнишь? Конечно же помню А вот Ксюша махнула намного больше Она съездила в Орленок А то, чем она там занималась и чего достигла Научилась, что тему-то новому Возможно, расскажет прямо сейчас Я нахожусь в прекрасном месте Здесь никогда не стихнет детский смех Пение птиц и шум моря Здесь каждый обречет своего верного друга И только в Орленке Каждый может в корне измениться Орленок является огромной площадкой для развития личностных навыков А также местом для новых знакомств и веселья Приняв участие во всероссийском конкурсе И заняв первое место Я получила путевку во Всероссийский детский центр В этом месте каждый найдет себе занятие по душе Будь то творчество, спорт, авиация, наука, медицина А может даже познание космического пространства Также каждый может попробовать себя в роли ведущего мероприятия Либо продемонстрировать свои таланты на большой сцене Любая активность и участие в разнообразных конкурсах и играх Поощряются дополнительными наградами Которые вручаются на церемонии награждения в конце смены А главная мотивация – это титул звездного ребенка К которому стремится каждый орленок Мне, как юному журналисту, была наиболее полезна работа в пресс-центре лагеря Мы смогли попробовать себя в различных отраслях журналистики Корреспондент газеты, радиоведущий и даже ведущий программы новостей Доброго тебе времени суток В эфире радиоволна детского лагеря «Звездный» «Космос-ФМ» И с тобой ведущий Ксения Месоедова и Лев Керженцев «Космос-ФМ» светим так, что затмеваем звезды Но наиболее важные навыки – коммуникативные Благодаря которым каждый сумел обрести верных друзей Орленок – это очень удивительное место Мне кажется, тут научиться можно абсолютно всему Я, например, хожу на звукорежиссуру Кто-то ходит на видеопроизводство Мне тут очень нравится, у нас офигенная команда Тут очень классная атмосфера Это вообще безумно просто Это, наверное, первый-единственный лагерь, который мне понравился просто на 100% Ну и, конечно, в рассказе об Орленке нельзя не упомянуть красоту здешней природы Ведь это именно то, что заставляет тебя полюбить это место с самых первых секунд Здесь мы все очень быстро сдружились У нас просто вот такие вот вожатые, которые дополняют друг друга Мне очень нравится в Орленке Это чудесное место, где и замечательные люди, и замечательные вожатые Я думаю, что Орленок, он вообще воспитывает личность Ну вот уже конец смены Даже парни едва сдерживают слезы Но мы верим, что мы встретимся Ведь все встречи жизни не случайны И что говорить про людей, с которыми я провел эту смену То я не пожалел, что попал мне в свой отряд Потому что там были люди, которые действительно соответствовали моему душевному состоянию С которыми мы могли найти общий язык Впечатления у меня остались положительные Я нашел для себя новых друзей Научился играть на гитаре, управлять беспилотными и летательными аппаратами Я классно провел время, ни о чем не жалею Еще раз бы сюда бы съездил Для меня Орленок стал домом Я очень рада, что побывала здесь Я нашла много людей, которые очень были близки мне в течение всей смены Для меня Орленок это место, где исполняются мечты Где я нашла новых друзей и верных товарищей И Орленок дает старт твоей новой жизни, твоей лучшей жизни За эту смену мы действительно стали семьей И каждый из вас останется в моем сердце Мы жили под одной крышей, а сейчас на разных концах страны Но это не помеха Ведь мы навсегда останемся друзьями И на всю жизнь останемся Орлятами Нас всех люблю Орленок это моя любовь Орленок 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 Сеня Мисоедова, Анастасия Елисеева, Светлана Нурик, специально для поколения NEXT. Именно так приветствуется на соревнованиях по тэквондо ИТФ, на которых я побывала вместе с нашими новыми корреспондентами, вместе с Лариком и Настей. О том, получилось ли у них, расскажем в следующем сюжете. Погнали! В нашем городе пришел открытый кубок по тэквондо ИТФ. В соревнованиях подняли более 400 спортсменов из разных городов Приморского края. Тэквондисты соревновались в двух номиназах. Это спарринги и тыли. А теперь давайте посмотрим, как все это происходило. ТЫВ в переводе с корейского языка означает «бой с тенью». Выходя на ринг, соперники должны продемонстрировать боевой комплекс, состоящий ударов и блоков. Тот спортсмен, который сделает все движения четче и техничнее, продемонстрировав свое мастерство и приобретенный опыт, побеждает. Многие юноши и девушки занимаются этим видом спорта. Для чего же они это делают? Привет! Скажи, пожалуйста, что означает цвет твоего пояса? Цвет моего пояса обозначает синее небо, в которое растет дерево тэквондо. Хорошо. Скажи, пожалуйста, много результатов ты уже достиг, занимаясь тэквондо? Ну, да, немного. Достиг так. Для чего ты занимаешься тэквондо? Просто занимаюсь. Ну, а какая-то конкретная цель у тебя есть? Ну, нету. Скажи, пожалуйста, что означает цвет твоего пояса? Черный пояс – мастер спорта и противоположен белому поясу. Хорошо, спасибо. Для чего ты занимаешься тэквондо? Чтобы стать сильнее. Извини, девочка, девочка, можно в твое интервью взять? Вот еще малое поясу. Скажи, пожалуйста, что означает цвет твоего пояса? Листья на самом стволе дерева. Хорошо, спасибо. Скажи, пожалуйста, а для чего ты занимаешься тэквондо? Ну, во-первых, для самообороны. Во-вторых, чтобы мне это нравится. Потому что, чтобы защищаться от посторонних людей, которые меня будут бить. Какие по счету такие соревнования? Что? Какие по счету соревнования у вас там? По счету вторые. Какие места занимаешься? Ну, у меня медаль второе место, а сейчас я не знаю, какое будет место. В отеле у меня первое место. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok